Привет всем! В этом видео я расскажу и покажу сборку компьютера для моего канала. Компьютер в некотором роде дисбалансный, но этому есть причина и объяснение. Дело в том, что компьютер собирался из деталей, которые у меня были, а также из деталей, которые мне прислали спонсоры. И тем не менее, очень хорошая сборка получилась, которую вы можете корректировать на ваше усмотрение для лучшей экономии. Хотя все комплектующие из данной сборки я могу рекомендовать безоговорочно. Они реально топовые за свои деньги. Вы же знаете, как я люблю технику и плохого не посоветую. Первым делом я выбрал процессор, на котором будет базироваться весь компьютер. Мой выбор пал на процессоры компании AMD. Это не случайный выбор. Вы все знаете, что на сегодняшний день лучшим соотношением цена-производительности обладают именно процессоры этой компании. Да и Intel, честно говоря, охренели лупить космические цены за архитектуру пятилетней давности, тупо разгоняя ядра каждый год. AMD в этом плане красавчики, сделали новую архитектуру и тут же порвали рынок. Так вот, мой выбор пал на Ryzen 5 3600. Этот процессор в ближайшие полтора или два года будет просто лучшим выбором и бестселлером продаж. Шесть ядер, 12 потоков, для игр, стримов и монтажа просто находка за копейки, плюс куча рекордов по разгону оверклокеров. Порвал процессоры, которые стоят в два раза дороже. Браво AMD! На самое главное, его не нужно разгонять в домашних условиях. Он сам умеет разгоняться круто. Для тех, кто не знает, Ryzen 5 3600 оперирует ядрами Zen 2. Это новое поколение, представленное месяц назад. 32 мегабайта кэш-памяти L3. Работает на частоте от 3.6 до 4.2 ГГц при номинальном TDP в 65 Вт. Все компоненты будут установлены в материнскую плату от компании Asus TUF B450M Plus Gaming. Отличная материнская плата с отличным питальником и охлаждением, что очень важно, а также кучей украшательств вроде RGB подсветки и пластиковых кожухов. Красивая материнка формата ATX, позволяющая протянуть питание и SATA удобным образом в корпусе. Имейте в виду, в материнке нужно обновлять BIOS до последней версии для совместимости с новыми процессорами Ryzen, либо приобретать в магазинах уже с обновленным BIOS. Оперативную память мне подогнала компания Apacer, красивая и качественная геймерская оперативная Panther Rage с RGB подсветкой, которую можно синхронизировать с системой Asus Aura для управления эффектами подсветки. Частота 2666 МГц и объем 16 ГБ в двух планках по 8. Позже я сделаю обзор этого комплекта, а также сделаю разгон для увеличения производительности процессора и компьютера в целом. Видеокарта представлена компанией Telemart. Если бы не эти ребята, я не знаю, что делал бы в принципе. Это та самая Asus ROG Strix GTX 1070 Gaming на 8 ГБ, на которую есть обзор, опыт использования у меня на канале. В одном из следующих видео я ее тоже буду разгонять для увеличения производительности, ведь мощная система охлаждения позволяет это сделать без проблем. SSD накопители представлены двумя производителями, это Apacer и HyperX объемом 480 и 240 ГБ соответственно бюджетные и качественные SSDшники будут работать на благо компьютера при супер нагрузках. И возможно когда-то я расскажу, что с ними случилось в таких условиях эксплуатации. Обзоры на эти SSDшники тоже есть на канале, так что милости просим просмотреть все обзоры. Блок питания представила компания Seasonic. Это один из самых крутых и качественных представителей рынка блоков питания. Самые качественные японские компоненты, продуманная схема, защита питания компьютера от замыканий и скачков в электросети. Называется Seasonic Focus Plus Platinum. Название говорит само за себя. Это платиновый блок питания на 750 ватт. Защита с запасом, так сказать. Круто то, что все кабели в оплетке. Отстегивается и можно использовать только те кабели питания, которые нужны компонентам без лишних болтающихся проводов. Круто и само собой дорого. Вы конечно можете использовать какой-нибудь другой блок питания подешевле, но если уж хотите дешевле, то этого же производителя за эту компанию могу поручиться. Одни из лучших, если не лучшие на рынке блоки. И никогда не экономьте на блоке питания. От него зависит сколько включений и выключений электричества проживут все ваши комплектующие в компьютере. Корпус представила компания Cougar. Немецкая компания, которая делает очень качественные девайсы для ПК. Клавиатуры, мыши, гарнитуры, корпуса, а также охлаждение для корпусов и процессоров. В моем случае корпус Cougar Touret RGB с двумя 120-мм RGB вертушками и блоком управления подсветкой. Красавец с закаленным стеклом сбоку и акриловой передней панелью. Он достаточно небольшой, что мне очень нравится. Кстати, обзор на него тоже есть уже у меня на канале. Ссылки на все компоненты в описании этого видео. Обязательно перейдите, посмотрите, может что и себе подберете интересные и нужные. Ну а пока смотрим сборку. Я благодарю всех спонсоров данного видео. Без вас я так бы и продолжал мучиться со старым компьютером, фрезами во время стримов и тормозами во время монтажа видео. Теперь я могу всю работу делать быстрее, а также выпускать новые уроки по DaVinci Resolve. Мои подписчики этого уже очень давно ждут. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok В итоге получился достаточно мощный домашний компьютер для начинающих блогеров, стримеров и людей, которые занимаются графикой. Для данного компьютера это все семечки. И не слушайте тех, кто говорит, что нужно покупать только все самое дорогое, самое мощное, так как мощность будет избыточной и вы не будете реализовывать весь потенциал железа. Разве что с запасом на будущее. Но опять же можно сэкономить сейчас, поработать несколько лет и потом собрать новые актуальные продукты. На тот момент компьютер. Таким образом вы будете всегда пользоваться новым актуальным железом и ни в чем себе не отказывать. Да, кстати, будут еще видео про мое рабочее место типа DreamDesk, которые я длительный период времени сам себе собирал. Обзоры на все мои девайсы есть на канале. Переходите, смотрите, может и вам понравится. Я просто сделаю ролик, в котором покажу, как выглядит все и чем я пользуюсь сам и что рекомендую. Ну вот и собран наш компьютер. Красивый, черный, мощный, весь сияет. Я сам в восторге на самом деле. Надеюсь, что на моем канале будут часто выходить новые сборки ПК для всех слоев населения. А поможет мне в этом самый крутой магазин железа в Украине. Телемарт. В обзоре видеокарты я рассказывал про их конфигуратор ПК, ссылка на который тоже есть в описании этого видео. Очень удобный инструмент для создания сборок, где есть подсказки и разнообразные фильтры, чтобы правильно подобрать все компоненты компьютера. Переходите по ссылкам в описании, выбирайте, что вам нужно. А также подписывайтесь и нажимайте на колокольчики, чтобы не пропускать новые видео на моем канале. Так как еще будут обзоры остальных компонентов данной сборки на блок питания, оперативную память, материнскую плату и много других девайсов, которые уже приехали ко мне. И как обычно, спасибо за просмотр и всем удачи, друзья. И пока. Субтитры сделал DimaTorzok